Сегодня в программе не указывая путь. Ничто так не портит личные свидетельства христиан, как их неспособность решать конфликты библейским путем. Если мы, верующие, собираемся править и царствовать со Христом, то муж точно способен управлять собою. Приводя брата в суд, вы проигрываете духовно. Я лучше откажусь от своих прав, даже когда я точно знаю, что я прав, но я приобрету брата. Шестая глава Первого Послания Коринфянам посвящена судебным искам, обращению в суд и решению диспутов среди верующих, особенно тех, кто является членами одной церкви. Причина, по которой апостол Павел уделяет время рассмотрению проблемы верующих, которые подают друг на друга в суд, заключается в том, что греческое общество до Христа пребывало в вечных прениях. Вы удивитесь, как много там было споров. И меня поражает то, как сильно мы в современной Америке уподобляемся греческой или римской культуре до Рождества Христова. Если вы сравните наш 21 век с дохристианской, греческой или римской культурой, вас поразит удивительное сходство. Я говорю не только о безнравственности, о моральности и тем, что общество этим гордится, но и о позитивном отношении к судебным искам. Сегодня, как и в дохристианской греческой культуре, люди подают в суд друг на друга по любому поводу, без малейшего промедления. И поэтому со временем греческая правовая система рухнула. Она стала слишком громоздкой и неуправляемой. Она рухнула под собственным весом. Каждый человек в греческой культуре был более или менее юристом. Они тратили много времени либо на решение дела, либо на слушание судебного дела. Когда коринфяне стали верующими, когда они поверили в Иисуса, они принесли все это с собой в церковь. Они принесли свою любовь к спорам, любовь к судебным тяжбам. Они принесли свою любовь к аргументации, к судебным разбирательствам. Они принесли все это в церковь. Да, они приняли спасение. Да, они родились свыше. Да, они уверовали в Иисуса Христа. И все же они принесли с собой в церковь свою прежнюю жизнь. Они принесли свои прошлые споры, свои прошлые аргументы, свой прошлый критический настрой. Они принесли все эти махинации в церковь Иисуса Христа. И вот почему Павел находит время, чтобы разобраться с этим, и приводит нам библейский способ разрешения споров, особенно в одном теле Христовом, в одной церкви. Более того, они передавали свои споры в греческие суды. Они как бы проветривали свое грязное белье в шоу Джерри Спрингера. Оно все еще идет, кстати. Я живу в прошлом. Но вот что вам нужно знать. Все это было совершенно чуждым еврейской общине и греческой культуре. Их называли евреями-эллинистами. Слово «эллинист» происходит от слова «грек». Евреи, во времена Христа, жившие в греческой культуре, никогда не передавали свои споры в светский или в общественный суд. Они всегда решали споры перед старейшинами в синагогах. Для евреев того времени было гораздо лучше разрешать споры в семейном духе, а не в духе закона. Для евреев в дохристианской, греческой культуре было богохульством предстать перед языческим судом. Для евреев того времени было гораздо лучше разрешать споры в соответствии с принципами священного писания, принципами Ветхого Завета, чем обращаться в языческий суд. Однако, поскольку эти еврейские суды и синагоги не имеют полномочий, они имеют право делать все, что угодно для разрешения споров, кроме одного — смертной казни. Они были не в праве принимать такое решение. Это было прерогативой проконсула в греческой или римской культуре. И поэтому, дорогие друзья, когда Синедрион выдвинул ложные обвинения против Господа Иисуса Христа, и они хотели убить его, распять его, им пришлось пойти и принудить спонсия Пилата, потому что он единственный, кто мог приговорить человека к смертной казни. И они распяли Иисуса. Некоторым членам церкви не нравилось решение церковного руководства, и они обращались в светский суд. Публичный судебный процесс был еще одним проявлением плоти в этой церкви. Если вы не слышали все проповеди серии «Здоровый образ жизни в больном мире», загрузите их. Мы видим пример за примером проявления плоти в этой церкви. Проблема споров была очередным проявлением. Похоти плоти верующих в Коринфе, их отказ разрешать споры на основе библейских принципов, предпочитая вместо этого обращаться в светский суд, является еще одним свидетельством их незрелости во Христе. Ничто так не портит свидетельство верующих, как их неспособность разрешать споры библейскими методами. Неспособность разрешать свои разногласия в духе Иисуса. Я не говорю о судебных спорах с неверующими. Мы сейчас говорим о верующих, особенно о членах одной церкви. Ничто так не уменьшает влияние церковного свидетельства, как когда оно наполнено сплетнями, ссорами, жалобами и злословием, и когда мы позволяем всему этому выплескиваться во внешний мир. «Послушайте, если бы я был неверующим и видел людей, исповедующих христианство и ведущих себя подобным образом, я бы не хотел иметь ничего общего с их верой». Иногда христиане отрицают свою веру тем, как они разрешают споры. И именно поэтому апостол Павел приводит верующим в Коринфе три причины, по которым они должны разрешать споры внутри церкви и делать это должны благочестивые, библейски просвещенные, верующие люди, потому что не в каждой церкви есть библейски просвещенные верующие. Но он приводит им три причины. Во втором стихе он говорит, что мы собираемся правиться Иисусом, всем миром, править всей вселенной вместе с Ним. Во-вторых, если вы посмотрите третий стих, он говорит, что мы будем судить ангелов. И, наконец, он говорит, что измененный христианин должен жить измененной жизнью. Недостаточно просто сказать «Иисус мой Спаситель, мой Господь». Вы должны демонстрировать это своей жизнью. Так давайте рассмотрим каждый пункт по отдельности. «Верующие вечности будут участвовать в решении дел вселенной». Послушайте, мне так же, как и вам сложно представить себе, как мы будем править всей вселенной с Иисусом, и как это будет выглядеть. Мы настолько увязли в незначительных делах этого мира, что совершенно забываем, что однажды нам предстоит воссесть с Иисусом на престоле. Я прав. Мы настолько вовлечены в систему этого мира, что забываем, что нам даны все ресурсы истинной мудрости, справедливости, любви, понимания, доброты, щедрости, чтобы мы могли решать наши споры. Когда верующие подают друг на друга в суд, они признают, что у них нет Духа Божьего, который мог бы направлять их в разрешении споров. Когда верующие, особенно члены одной церкви, подают в суд друг на друга, они больше озабочены не единством тела во славу Божию, а местью или выгодой, но или тем и другим одновременно. Когда верующие подают друг на друга в суд, они признают, что Слова Божьего недостаточно, дабы рассудить между ними. Друзья, если мы, верующие, собираемся править и царствовать со Христом, то мы уж точно способны управлять собой. Коринфяне были не только не способны управлять собой, но они выставляли себя посмешищем перед неверующим миром, они показывали перед всеми свою гордыню. Свою ненависть и жадность не самое лучшее свидетельство, согласитесь. Во-вторых, мы должны разрешить наши споры, потому что мы будем судить ангелов. Третий стих говорит нам вот что. Послушайте внимательно. Как многие верующие сегодня, я очень тщательно подбираю слова, как многие верующие сегодня, и я не имею в виду формальных христиан, я говорю о реально верующих в Иисуса Христа. Коринфские верующие не полностью осознавали свое положение во Христе. Я повторю, как и многие верующие сегодня, коринфские христиане не понимали своего положения во Христе и того, что мы будем иметь власть над ангелами. Подумайте об этом, потому что это действительно ошеломляет. И найдите время, чтобы хорошенько подумать об этом. Не только сегодня. Потому что вы услышали об этом в проповеди. Я надеюсь и молюсь, чтобы вы думали об этом каждый день или даже много раз в день. Я знаю, что это трудно понять, потому что в Библии сказано, что Бог немного умолил нас перед ангелами, но благодаря нашим отношениям с Иисусом и нашему положению во Иисусе, благодаря нашему оправданию во Иисусе, благодаря нашему освящению во Иисусе. Мы будем высоко вознесены до места общения с Богом, которое выше ангелов. Только задумайтесь, прямо сейчас, здесь и сейчас, Бог повелевает ангелам. Он приказывает им брать на себя ответственность за нас, защищать нас, ограждать от бед. Ангелы окружают нас по Его приказу. Это Бог повелевает им это делать. Но послушайте, на небесах мы будем править и судить ангелов. На небесах именно мы будем командовать ангелами. На небесах они будут слушаться нас и подчиняться нам. Если это так, а я считаю, что это так, то любые спорящие стороны должны придерживаться решения библейски просвещенного церковного руководства и не отвергать его. Урегулировав наши споры между собой, мы свидетельствуем о нашем единстве во Христе. Мы свидетельствуем о нашей гармонии во Христе, о нашем смирении перед Богом. А когда мы тащим друг друга в суды, происходит обратное. Послушайте сейчас очень внимательно. Бывают случаи, когда верующих христиан вынуждают предстать перед светским судом. Таких случаев немало, когда нас вынуждают, и я видел это не раз. Я верю всем своим сердцем, что апостол намеренно оставляет этот вопрос широко открытым, вопрос наших споров с неверующими. Иногда нам приходится обращаться в суд, чтобы защитить себя от неверующих, и когда это происходит, вы не должны чувствовать себя виноватыми. Это учение специально, адресовано двум конкретным верующим, а точнее, членам одной и той же церкви. Вы должны это понять, потому что в противном случае вы будете наполнены виной, ложной виной, которая не имеет ничего общего с тем, чему учат Священное Писание. Однако, когда дело доходит до развода, церковь иногда не имеет полномочий приводить в исполнение решения, особенно если один из супругов не верующий. Иисус сказал, что если ваш брат попросит у вас рубашку, отдайте ему и верхнюю одежду. Что это означает? Это означает, что если вы уповаете на Бога, Он обеспечит вас больше, чем вы пожертвовали. Если вы доверяете Богу, как своему обеспечителю, Он благословит вас гораздо больше, чем то, что вы отдали. Если вы стремитесь прославить Господа, Он никогда не оставит вас и не покинет. Если вы желаете почтить Господа, рано или поздно Он тоже вас почтит. Если ваше сердце бьется в послушании Господу и Его Слову, вы увидите, Он позаботится о том, чтобы непременно вас благословить. Вот как действует Дух Божий. Когда вы подаете на брата или сестру в суд, вы проигрываете духовно еще до того, как будет рассмотрено дело. А почему? Да потому что вы проиграли в глазах Бога, вы уже потерпели духовное поражение, вы дискредитировали силу, мудрость и работу Бога. Итак, какое у нас должно быть отношение? Опять же, я не имею всех ответов, их можно найти лишь в Слове Божьем. Я предпочту быть обиженным или обманутым, чем подавать в суд на моего брата во Христе. Я скорее проиграю финансово, чем духовно. Я лучше откажусь от своих прав, чем потеряю свои духовные ценности, даже если с точки зрения закона я прав. «Ведь даже если мой брат обидит меня и откажется от разбирательства внутри церкви, я прощу его и оставлю ответ за Богом, я ставлю решение за Богом», сказал Павел. «Потому что духовно для верующего невозможно подать в суд на своего брата или сестру и победить». Это написано в Библии. У меня нет ответов. Поэтому, друзья, вот вопрос, который я задам самому себе, что для меня важнее? Защитить мое имущество или мою близость с Богом? Что для меня важнее? Чтобы судья-язычник направил меня или чтобы Бог благословил меня? Что для меня важнее? Чтобы мировая система правосудия вынесла приговор? Или чтобы Господь Бог благоволил ко мне? Вот в чем вопрос. Ведь так? Позвольте мне подчеркнуть еще раз, потому что некоторые меня поймут неправильно. «Слово Божие здесь говорит о возбуждении вами судебного процесса против вашего брата, члена вашей церкви». Здесь ничего не сказано о неверующих. Павел ничего не говорит о тех случаях, если неверующие затащили нас в суд, где нам нужно честно и справедливо защищаться. Почему? Потому что неверующие не находятся под властью Бога. Поэтому суды разрешат наши споры с неверующими. Кроме того, слава нашему Господу за то, что в этой стране все еще есть судебная система, правовая система, построенная на библейских принципах. Ну и, наконец, в-третьих, измененный верующий должен жить измененной жизнью. Я знаю, кто-то скажет, «Майкл — это само собой разумеется». И да, это так. Давайте посмотрим девятые и десятые стихи. Причина, по которой мы должны жить измененной жизнью, не просто говорить об этом, но мы должны жить ею, заключается в том, что неверующий мир, те, кто обычно грешит без всяких колебаний, не наследуют царства Божьего. А вот вы наследуете. Они не собираются царствовать и правиться Христом, а вы собираетесь. Вот почему Павел сказал, что блудники, прелюбодеи, идолопоклонники, женоподобные, мошенники, гомосексуалисты, воры, завистники, пьяницы и непокорные не наследуют царства Божьего, а вы наследуете. Каримская церковь или любая другая церковь не должна состоять из членов этого списка, которые обычно не только грешат, но еще и гордятся своим грехом. Вот почему Павел помещает туда 11 стих. Это очень важный стих. Почеркните его. Павел говорит, такими были некоторые из вас. В прошлом, в далеком прошлом, а то, что произошло в прошлом, должно остаться в прошлом. Истинная церковь Иисуса Христа должна состоять из бывших блудников, бывших прелюбодеев, бывших идолопоклонников, бывших гомосексуалистов, бывших мошенников и прочих бывших. Дорогие друзья, все, что было до прихода Христа в вашу жизнь, должно остаться в прошлом. В Библии сказано, что Он погребает наши грехи в пучине океана. И, как обычно, говорила Кори Тенбум, не ходите за вашими грехами на рыбалку. А когда сатана приходит напомнить вам о вашем прошлом, напомните ему о его будущем. И, наконец, Павел говорит, не живите так, как вы жили до того, как Христос вошел в вашу жизнь. Христос изменил вас, и поэтому живите измененной жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова